Не могли бы вы объяснить, в чем важность живого наставника по сравнению с наставником, который покинул тело? Есть ли разница? Мне правда нужно объяснять разницу между мертвыми и живыми? Разница очень большая, не так ли? Что бы вы хотели сейчас? Быть живым или быть мертвым? Так что нет необходимости петь оду ценности жизни. Очень важно быть живым, не так ли? Наставник вы или не наставник. Очень важно быть живым, не так ли? Эта важность сохраняется во всем. Те, кто оставил свои тела, могут быть великим вдохновением, но с ними нельзя работать. Может быть определенный промежуток времени, в течение которого они захотят работать, или в принципе смогут работать в течение какого-то времени. То есть, если они установили себя таким образом, если они имеют определенный уровень мастерства над собой, некоторые из них могут работать в течение определенного времени. В противном случае, их энергии благоприятны для вашей садданы, но они не смогут направлять вас. Они хорошее окружение, прекрасная атмосфера, замечательная почва для роста. Но все же, они не проводники. Когда вы сидите здесь, вы, по большей части, не восприятие. Вы, по большей части, ваш собственный ум. Не так ли? Я прав. Когда, по большей части, вы собственный ум, вам необходимо наставление, 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 еще раз наставление. Когда вы само восприятие, вам даже не нужен духовный наставник, говорю вам. Потому что благость есть повсюду. Вам не нужен наставник, не нужен храм, не нужна медитация. Вам ничего не нужно, если вы чистое восприятие. Такой человек — большая редкость. Сейчас вы, по большей части, ум. Моменты восприимчивости иногда посещают вас, не так ли? Когда вы, в основном, это ваш ум, вам лучше иметь дело с живыми, а не с мертвыми. Если вы само восприятие, вы будете с легкостью иметь дело с мертвыми. И даже без них вам будет замечательно, потому что благость не сосредоточена в каком-то одном месте, в мироздании. В мироздании нет места, где нет благости. Может быть, есть несколько более благоприятных мест с этой точки зрения. Это другое. Но в мироздании нет места, где нет благости. Вопрос только в том, достаточно ли интенсивно она бурлит в конкретном месте, чтобы вы были способны ее воспринять. Потому что ваша восприимчивость находится на определенном уровне нечувствительности. В настоящий момент вы сидите здесь и думаете, что это просто сад. Если вы пойдете в храм, вы станете такими вот. Но некоторые люди идут в храм Дьяна Линга, смотрят по сторонам, ничего не происходит, просто кап, 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 звучат капли. Ничего не происходит. Что же здесь происходит? Тогда мы окунаем их в холодную воду. Затем они идут, сидят там и начинают. Что-то с ними происходит. Но есть и такие, даже если их окунуть три раза в холодную воду, ничего не происходит. Они садятся там, все равно смотрят по сторонам. Вы ведете их к Байрови, и вдруг они чувствуют себя на высоте. Это разные типы энергии. Дело не в том, что здесь ее меньше. Даже здесь она есть. Но не на том уровне интенсивности, который вы способны воспринять. Где бы вы ни были, она есть там. Знаете, у нас раньше висели такие доски. Не знаю, там они еще, и я не ходил, не проверял. Но сначала, когда я только пришел сюда, когда мы здесь сделали треугольный блок, он был единственным. На самом деле, у нас была только эта хижина. И первое, что мы построили в треугольном блоке, это однокомнатный туалетный блок. Потом я обнаружил, что у людей проблемы с походом в туалет. Вы знаете, что такое проблемы с походом в туалет? Однажды Шенкаран Пилай пришел к врачу и сказал, «Доктор, у меня серьезные проблемы с походами в туалет». Тогда доктор спросил, «В чем проблема? Вы не в состоянии мочиться? Не можете писать?» «Нет, доктор, все идеально. Каждый день в 6 часов утра это происходит. Как по часам». «Значит, вы не в состоянии плохая перистальтика кишечника?» «Это с вами происходит?» «Нет, доктор, все идеально. Каждый день это происходит в 7 часов утра. Всегда в одно и то же время, как будто по часам». Тогда доктор спросил, «Так что же за проблема с походом в туалет?» Но, доктор, я всегда встаю в 8 часов утра. И вот у людей были такие проблемы с походом в туалет. Не то, чтобы этого совсем не происходило. Это происходило... Просто происходило немного грязновато. Поэтому я попросил их повесить там доску с надписью. «Божественное есть и здесь тоже». В каждом туалете, когда вы закрываете дверь, когда вы садитесь, вы видите надпись. «Божественное есть и здесь тоже». Чтобы вы испражнялись с некоторой долей святости. Процесс дефекации может быть духовным процессом. В конце концов, весь духовный процесс заключается в очищении из себя. А это одна из самых лучших. Лучшая очистительная работа, которую вы можете сделать в течение дня. Да? Итак, благость там тоже есть. Я говорю, ее не меньше в туалете. Но вы можете не чувствовать ее в туалете, потому что вы хотите скорее закончить свою работу и выйти оттуда. Храм в этом плане более благоприятен. Дело не только в атмосфере. Даже с точки зрения энергии, он сделан благоприятным, чтобы вы могли ее почувствовать. Прямо сейчас жизненная энергия есть везде, но вы не в состоянии принять ее в себя. Вам необходимо приготовить пищу определенным образом и употребить ее. Только тогда вы сможете принять ее в себя. Коза на выпасе питается этой травой. Вы не сможете насытиться, если будете есть траву. Вам нужны другие вещи. Есть много форм насекомых и много других микроорганизмов, которые берут 90% своей жизненной энергии из солнечного света и воздуха. Они не пьют и не едят. Только 10% их энергии приходит из воды и любой пищи, которую они потребляют, потому что они столь малы. Если бы вы были микро-размера, сколько бы вы потребляли? Микро-микро, не так ли? Поэтому, даже в себе, если вы станете очень восприимчивыми, вы заметите, вы увидите в определенный день. Если вы останетесь очень экстатичными в течение дня, вы увидите, что объем пищи, которую вы едите, просто снизится, потому что ваша восприимчивость лучше. Каким образом вы получаете солнечный свет? Воздух и воду. Поэтому 60% вашей жизненной энергии может быть легко получена из солнечного света, воздуха и воды. И только 40% из пищи, которую вы едите. Большинство людей в мире могут съесть от 25% до 30% того, что они едят прямо сейчас, и жить прекрасно, поддерживать тот же вес, не терять вес, поддерживать его, жить прекрасно, стать намного более здоровыми, гораздо более гибкими, гораздо более активными и гораздо более энергичными. Потребляю всего от 25% до 30% пищи, которую они едят сейчас. Вы можете поэкспериментировать, и это происходит, когда вы находитесь на программе Бавас Пандана. Вы не едите даже 20-25% своего обычного рациона, потому что мы не даем вам времени, чтобы поесть. И люди гораздо более энергичны, чем обычно. Люди приходят на сам яму. Если они становятся медитативными, они почти не едят. И они все еще в порядке. Поэтому необходимо усилить вашу восприимчивость. Если ваша восприимчивость усилена, мертвые, живые, даже те, кто не существует, помогут вам. Но когда у вас настолько много ума, вы должны быть живыми, иначе вы будете обманывать себя. Вы будете получать всевозможные сообщения, такие сообщения, которые вам нравятся. Если ваш гуру посылает вам записку с небес, говоря, «Я люблю тебя», не верьте этому, это ваш ум. Да? Это ваш ум? Гуру такими вещами не занимается. Дешево получать любовные письма с небес, потому что стоимости бумаги нет. Знаете, это очень чувствительный вопрос с точки зрения экологии. Бумага. Так что это очень экологичный любовный роман. Однажды мальчик учился в колледже. Первый день он выглядел вот так. Слева от него была красивая девочка. Так вот, на клочке бумаги он написал «Я люблю тебя, а ты меня?» И передал ей записку. Она написала «Нет». И передала ему обратно. Он посмотрел на нее, потом стер слово «Нет» и отдал девочке, которая сидела позади него. Она посмотрела на нее и написала «Да». И отправила обратно. Мораль этой истории. Экономьте бумагу, спасайте природу. Итак, с точки зрения экологии, это хорошо. С точки зрения духовности, это нехорошо. Поэтому, когда у вас так много ума, вам нужен постоянный... Вам нужен другой ум, чтобы исправить вас. Если бы вы не были умом, вы были бы восприимчивостью. Тогда бы мертвые и даже несуществующие помогли бы вам. Даже камень помог бы вам, я вам говорю. Все, что угодно. Просто травинка могла бы стать вашим гуру. Да? Но это только если вы в состоянии не ума. Когда вы так переполнены умом, то нет. Вам нужен другой ум, более умный, чем ваш, постоянно направляющий вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!